В свое время, не помню, я рассказывала такой случай, немножечко отвлекусь, но в тему. Я ехала в общественном транспорте утром, и сзади меня сидели две женщины. И одна другу как раз рассказывала, говорит, слушай, мне приснился сон. Дело в том, что она похоронила своего мужа, дети уже взрослые, они уехали, вот она осталась одна, делать нечего, сидит телевизор, смотрит своими днями, там что-то подъедает. И вот ей снится сон о том, что муж на том свете женился. Она проснулась в шоке, пошла в церковь, поставила свечку, но сердце с ним на месте, и вот она идет на кладбище, это было уже, в принципе, зимой, но в какой-то адекватный теплый период. Она ищет эти могилки и почему-то теряет этот путь и обходит каким-то окольным. И увидит, случайно натыкается на могилу, которую видела во сне, в том смысле, что ей муж, умерший, рассказывал, вот этой женщине, на которой он женился, вот в тонком мире, что называется, описал ее, как она выглядит, назвал ее имя, фамилию и отчество. И она натыкается этому могилу. Когда она наткнулась в могилу, она пришла в кромейший шок и рассказывает своей знакомой или подруге вообще в стран-транспорте эту историю, которую я слышала, что она потерялась, сейчас не знает теперь, как это все воспринимать, вообще муж он или не муж, правильно она жила, неправильно, вообще чьи-то дети. То есть человек дошел, столкнувшись вот с таким сном и явью, она потерялась и понимает, что жизнь-то вообще она жила, жизнь и сон, сон и жизнь, как это вообще, что происходит в этом мире. Поэтому здесь вот эта тема половой принадлежности, я бы сказала, это тема прежде всего всего осознанного выбора и выбора кармических программ, то есть вот этих вот бизнесов и племена, когда люди приходят в одну группу, для того, чтобы соединиться вместе. У меня было очень много таких клиентов, и они здесь очень хорошо реализовываются вдвоем, когда они понимают, что у них общий кармический урок, и продинамить его, пройти здесь классно, красиво, вкусно, шикарно, сделать стартануть, сделать в короткий срок дом, обеспечить семью, сделать карьеру, сделать очень многое в жизни на самом деле, но с минимумом, с минимумом для дома, для вот этих вот поесть, покушать, поспать, а именно реализоваться как личность, сделать очень хорошую, понимаете, базу в плане плеча, фундамента, когда ты знаешь, что тебя не подставят, и посоветуют, и вот именно с хорошим, то, чем у нас люди не умеют пользоваться в общении между друг другом, не то, что друзья, именно в семье, если они не сообщают против, а,